МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Агитпробег для безопасности дорожного движения. Российская госавтоинспекция отмечает юбилей 85 лет. Проектируют городские объекты уже 70 лет. Муниципальное бюджетное учреждение Тагилгражданпроект отметило юбилей. Создавать большие цветочные клумбы и высаживать деревья. Объединить усилия к 300-летию Нижнего Тагила предложил глава города Владислав Пинаев руководителям крупных градообразующих предприятий. Каждый год они реализуют свои мероприятия по высадке цветов. Но чтобы достичь максимального эффекта, необходима консолидированная программа озеленения. Нужна система, нужен некий план действий совместный, который позволит нам усилить тот эффект, те вложения, которые мы сегодня делаем. Поэтому сегодня обсудили, я понял одно, что, конечно, ключевую роль мы берем на себя. Все-таки главы районов у нас сейчас займутся совместно со службой экологической безопасности данным вопросом. Мы выделим отдельные территории, и недаром мы сейчас восстанавливаем полностью наш гор Зеленхоз, мы восстанавливаем теплицы. И вы знаете, что в этом году мы впервые за последние годы уже вырастили свою рассаду, пусть пока немного, 68 тысяч курней, но тем не менее это уже достаточно большое количество. Что у нас предстоит? Большое событие предстоит 300 лет. Директор по персоналу УВЗ Константин Захаров анонсировал проведение субботника на территории лесопарковой зоны Пехтовые горы и посадку там деревьев. Представители НТМК также согласны принять участие в украшении города. Предприятие готово выделить 600 тысяч рублей на проведение акции «Семейное дерево» для озеленения Тагилустроя и гальяна Горбуновского массива. Микрорайонов, где преимущественно проживают работники комбината. Из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в стране, да и в городе в частности, День молодежи в Нижнем Тагиле пройдет онлайн. Праздничное большое развлекательное шоу 26 июня с 10 утра и до 8 вечера будет транслироваться на радио и на YouTube-канале. На праздник будут приглашены победители онлайн-конкурсов, которые сейчас проходят и размещены на сайте городского дворца молодежи. Это и притяжение талантов, и конкурс фотографий места притяжения Нижний Тагил, и конкурс эскизов монументальной скульптуры Центр притяжения. И конкурс эссе «Притяжение любви», в рамках которого предлагается тагильчанам написать работы, оригинальные встречи, знакомства своей семьи, своих родителей, бабушек, дедушек. Во время трансляции развлекательного шоу на городской радиостанции наградят победителей конкурсов. Кульминацией праздника станет выступление тагильских кавер-групп, контрабанда и бит-бар, а также гостей из Екатеринбурга группы «Чарли». Уличные гуляния отменены, но традиционный диалог на равных между главой города и представителями молодежной среды Нижнего Тагила состоялся. Студенты, работники предприятий, организации, школьники, порядка 50 молодых человек пообщались с Владиславом Пинаевым в городском дворце молодежи. Интересующие вопросы о жизни города лично задают Владиславу Пинаеву школьники, студенты и рабочая молодежь. Проект этот несколько лет назад окрестили диалогом на равных. Молодежный актив спрашивает мэра о чистой воде в Нижнем Тагиле, о качестве лекарств, о раздельном сборе мусора, о благоустройстве города. И это, пожалуй, главная тема. Почему мы не облагородили личную гору, именно часть, сделать реакционную зону какую-то, для того, чтобы прийти, поработать с ноутбуком, попить кофе. Вот так. Появилось встречное предложение, дабы не менять образ главного символа Тагила. Я предложил бы другой вариант. Мы сейчас заканчиваем вторую часть набережной. Там такая, хотя бы больше адаптированная к городскому образцу детского юршного творчества, но тем не менее там все такие, как бы это. И вот, может, там какие-то места оборудовать. Там будет специальная зона. Были вопросы и о каворкинг-зонах под открытым небом. Их планировали, но пока так и нет. Пошутили, что молодежи в Тагиле просто надо поставить огромный интернет-роутер в центре города. Конкретное предложение поступило от медколледжа. К осени по нацпроекту «Жилье и городская среда» будет облагорожена территория возле учебного заведения. Рабочее название сквера и будущая аллеи – рандеву. Мы хотели бы предложить вот эту аллею назвать не рандеву, а может быть как-то аллея героев-медиков и так далее. У нас есть очень хороший проект эвакуационного госпиталь. Есть очень много информации, которую могли бы мы разместить на стендах где-то там на территории вот этой аллеи. Сделать, может быть, какую-то скульптуру военную медику. Как коллектив медколледжа назовет аллею, путем голосования в соцсетях решат к концу июля. Договорились, определив название и примерную концепцию аллеи медиков, встретиться с главой города, чтобы предметно все обсудить. И все-таки раз диалог на равных, обратной связи от тех, кому в Тагиле дальше жить и работать, говорит глава города, хотелось бы больше. Не исключаю вариант, что надо уходить от таких вот каких-то таких официальных встреч, а каким-то образом переходить в какое-то полностью неформальное общение. Честно говоря, я хотел бы наоборот получать вопросы те, которые, может быть, не совсем даже удобные в какой-то степени, чтобы получить информацию из первых уст и услышать ответ. Если ты с ним согласен или не согласен, ты можешь подискутировать, поспорить, то есть высказать свою точку зрения. Может быть, это просто стеснение, предполагает мэр. До следующей встречи, которая, судя по всему, пройдет в менее официальном формате, Владислав Пинаев предлагает молодежи писать свои предложения, как сделать город комфортнее для тагильчан или им в Инстаграм, или же обращаться с идеями в управление по молодежной политике. Шесть патрульных автомобилей, ГИБДД и автобус с юбилейной раскраской. 85 лет ведомства тагильские инспекторы празднуют необычное и с заботой о горожанах. Подробнее в нашем репортаже. Таким автопробегом ударили тагильские автоинспекторы по проблемам безопасности дорожного движения. В этом году Российская госавтоинспекция отмечает юбилей – 85 лет. 3 июля 1936 года Совет народных комиссаров СССР утвердил положение Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции СССР. С тех пор на страже порядка на дорогах. В рамках этого мероприятия в нашем городе состоялся гид-пробег. Патрульные автомобили отдела ГИБДД МОД России Нижне-Тагильская проехали по улицам города для того, чтобы привлечь внимание жителей к проблеме безопасности на дорогах. Вспоминаем, что дорогу разрешается переходить там, где есть пешеходный переход, либо светофорный объект. Подойдя к проезжей части, необходимо остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться в своей безопасности и только после этого переходить к проезжей части. По ходу движения автоинспекторы напоминали тагильчанам, что при переходе к проезжей части детей необходимо держать за запястье, а в автомобилях использовать детские удерживающие устройства. Водителям рекомендовали быть особенно внимательными при выполнении обгона, поворота и разворота. Двойной юбилей у проектного института. В эти дни «Тагилгражданпроект» отмечает 70-летие со дня основания. В начале 50-х в Нижнем Тагиле появилась контора, которую назвали «Горпроект». С течением времени статус и название организации менялись, и 25 лет назад он приобрел свое нынешнее имя. Об истории буднях проектного института далее. Даты основания «Тагилгражданпроекта» принято считать 20 июня 1951 года. В этот день на основании постановления Совмин РСФСР при горкомхозе на базе мастерской была создана проектная контора «Горпроект». В начале 50-х годов в ней работали 45 человек – инженеры-строители, архитекторы, инженеры-сантехники. Сейчас в штате 95 человек. Людмила Дягилева трудится в «Тагилгражданпроекте» с конца 80-х. Попала по распределению после окончания УПИ. «Сказать, что я там с детства мечтала быть проектировщиком, такого не было. Но когда выучилась, то есть закончила институцию, пришла работать, мне здесь очень понравилось, потому что здесь был и сейчас, и был отличный коллектив. Я работала так и работала. Раньше была архитектурно-планировочная мастерская номер два. То есть я попала в архитектурно-планировочную мастерскую номер два. У меня были прекрасные наставники в то время. Валентина Андреевна Ивановских, Владимир Викторович Ильевский, который в то время был главным инженером АПМ номер два. И вот так прижилась в организации, до сих пор работаем. Её коллега Ирина Лобанова на предприятии более 20 лет. Проектирует и проверяет внутрянку зданий, в частности, систему вентиляции и отопления. Моя мама работала в этом отделе. То есть у нас вообще династия. У нас много тут Пономарёвых работало в «Тагилгражданпроекте» и работает, продолжает папа, мама у меня. Познакомились тут и поженились. Ну, я думаю, мне передалось по наследству. Сегодня «Тагилгражданпроект» выполняет комплексное проектирование жилых районов и микрорайонов городов, а также различных учреждений. По индивидуальным и типовым проектам, выполненным институтом, построены многоэтажки, дворцы, кинотеатры, спортивные сооружения, школы, детские сады, больницы и поликлиники. 70 лет проектному институту «Тагилгражданпроект». За эти 70 лет было выполнено тысячи проектов, социально важных для нашего города. По сути, весь город строился по нашим проектам, которые были разработаны специалистами «Тагилгражданпроекта». Ну, в последнее время скажу то, что горожане видят, как реализуются наши проекты. Это проект общественных территорий, парки, скверы. Это проект «Тагильская лагуна», вторая очередь наша. Накануне работники «Тагилгражданпроекта» на торжественном мероприятии были отмечены грамотами и благодарственными письмами различного уровня. Проектирование – это первейший этап любого строительства или ремонта любого объекта. Поэтому без данной организации мы бы не могли реализовывать те проекты, которые сегодня инфраструктурные у нас существуют. В городе национальные проекты, жилье и городская среда, демография, комфортная городская среда. То есть большинство проектов, которые сегодня реализуются, делаются именно специалистами «Тагилгражданпроекта». Впереди коллектив предприятия ждут новые заказы от муниципалитета, разработка оригинальных проектов и вообще интересная работа на благо тагильчан. Золото Рейна в Нижнем Тагиле. Его привезли порядка 80 молодых немецких и российских, а точнее уральских музыкантов. На сцене филармонии Международный Чайковский оркестр исполнил оперу, либретто и музыку, которую написал Рихард Вагнер. Концерт стал знаковым культурным событием года Германии в России. Визит в Нижний Тагил для молодых музыкантов начался с экскурсий по заводу-музею в экоиндустриальном технопарке. Затем была репетиция и сам концерт. У нас в Свердловской области очень крупное культурное событие. Работает 7-я международная молодежная российско-немецкая оркестровая академия. Мы решили, что главным проектом этого центра будет проведение ежегодных летних международных молодежных оркестровых академий на базе Уральского молодежного симфонического оркестра. Мы сегодня посетили Нижний Тагильский завод. Экскурсия была короткая, но, безусловно, интересная. Я впервые в России. Мне очень понравился Екатеринбург и Нижний Тагил. Это замечательные города, хотя мы здесь и очень мало времени. И я очень надеюсь, что это мой не последний раз. Очень понравилась обстановка. Тут очень атмосферно, и все отметили, что еще круто было бы здесь проводить какие-то квесты. Можно предположить, что гуляя по нашему старинному заводу, в мыслях, в голове может играть Вагнер? А почему нет? Да. Что это все тоже такое, все очень масштабное, большое, крупное. Вагнер как раз этим отличается. Такая архитектура, ну то есть как бы величие, вот эта вот немножко разваленность, но она, блин, это красиво. Вот это вот среди камней, кирпичей, вот эти вот... Впечатляет. Зелень, которая пробивается, вот, знаете, как пустопокалипсис, что-то такое, это здорово. Такой колор определенный, Тарковского напоминает фильмы, и что-то в этом есть. Ну, очень красиво, очень красиво на самом деле. Скажите честно, а у Вагнера играла в голове, звучало бы эти моменты, когда проходили? Что-то открикалось на самом деле, когда вот нам особенно про доминные печи, вот это вот все рассказывали. В оркестре звучит вот эта ковка железа периодически, особенно, когда они спускаются в небельгейм, и как бы вот этот тринц-тынц-тынц, и оно да, возможно, здесь вот ликвативом и звучит. Хорошо, к следующему такту работаем дальше. Пожалуйста, еще раз этот переход с цифры 48. Здесь надо немедленно взять новый темп. Надо сразу ускорить темп после знака. Теперь играем с цифрой 48. Очень хорошо. Давайте играть еще раз. 38. Номер 38. И. Безусловно, это прекрасный дирижер. Он является ассистентом на Байройском фестивале уже много лет. И музыка Вагнера – это его конек. Он прекрасно знает, и несмотря на то, что эта опера длится 2,5 часа, он знает, в какой момент над чем работать. Художественным руководителем Академии всегда является кто-то из ведущих немецких дирижеров. И тренеры, коучеры, педагоги, как мы говорим, занимаются отдельно с разными группами оркестров. То есть со струнными, с духовыми деревянными, с духовыми медными. Это идут сначала групповые репетиции. Потом все это объединяется. Приезжает художественный руководитель Академии, который уже доводит произведение до полной готовности. Золото и Рейна – это 14 вокальных солистов. Это огромное-огромное количество. Альберих, вот вчера Оливер Цварг, и сегодня будет петь. Это получается вообще первое исполнение в этом регионе этого масштабного произведения. Это колоссально. И быстро вошли мысли, как можно вообще такую оперу здесь сделать. Это обычно играют 120-130 музыкантов. 6 арф, 13 ударников. Нашли очень особую версию, кобургскую версию немецкого скепача Альфонс Аббас. В России у нас Вагнер, опера его, звучат только в Мариинском театре, только под управлением Валерия Гергева. И когда двое певцов из Екатеринбургского театра оперы и балета, и что для нас особенно важно, почетно и очень ответственно, три солистки из симфонического хора Свердловской филармонии, то есть не просто солисты, а солисты хора, лучшие наши голоса, как раз и открывают оперу, три дочери Рейны выходят на сцену, и это, конечно, поднимает уровень. Это, безусловно, очень сложный композитор. Вот именно сама музыкальная ткань, не знаю, все сплетение между певцами, это все очень сложно. Но если ты занимаешься музыкой, постоянно изучаешь, читаешь, исполняешь, слушаешь, то как-то это все приходит в голову и формируется картина. Мы очень-очень много репетировали, занимались, также встречались с коллегами и даже умудрились немного поспать. Рихард Вагнер — это, безусловно, сложная музыка, но вместе с тем приходится очень долго репетировать. Это длинное произведение. Это стоит того, чтобы много работать, ведь в итоге получается прекрасный результат. Действительно, существует такое мнение, что Вагнер — очень сложный композитор. Он писал, как правило, очень длинные произведения и очень тяжело быть всегда высоко сконцентрированным. И это не только с точки зрения технологии исполнения на инструменте, а также все время поддерживать музыкальную идею. Вот в этом его основная сложность. Субтитры создавал DimaTorzok Сразу после выпуска новостей смотрите программу «Неделя в Тагиле». Самые яркие события минувших дней в одном большом информационном выпуске. Берегите себя и своих близких. Удачных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова